Привет, Китай! Это я, Романович. И сегодня мы с вами распакуем посылочку от сумасшедших ребят, у которых утро начинается не с кофе, а со старых процессоров. То есть это они открывают ангар, и на них сыпятся процессоры хелио разные, медиатеки просто вот так вот сыпятся, и они выбирают, типа, что они сегодня будут делать. И вот, понимаете, так получилось, что примерно плюс-минус там 2-3 месяца назад на них упал процессор хелио А25. Вот старый процессор, год назад выпущенный, нахер никому не нужный, какие-то бюджетные смартфоны устанавливаются. Вот он выпал, и они решили сделать, как всегда, неубиваемый, водонепроницаемый смартфон, да еще и с NFC, и с батарейкой 8500 мАч. Сегодня распакуем, посмотрим вообще, как он двигается на этом процессоре. Люди писали на Алиэкспресс в отзывах, что типа все нормально, охеренно рекомендуем, не тормозит. Давайте проверять. А, самое главное, самое интересное, стоимость, стоимость, стоимость его составляет 11300 рублей, даже 11200 рублей в данный момент он стоит, то есть по нынешнему курсу. Еще там можно купон у продавца взять, сколько там, практически 150 рублей скостить. Короче, плюс-минус где-то за 11000 рублей его можно вытащить. И опять же, при этой спецификации, при этих характеристиках, это крайне интересно. Ну, серьезно. Прелестно! Прелестно! NFC есть, 464, Android 10, IP69, IP67, 8000 мАч батарейка, да еще и камера на 16 мегапикселей от Самсунга, прям так и пишут китайцы. Это хорошее предложение, опять же, особенно для людей, которые важен. Вот эта вот водонепроницаемость, вот эта вот его неубиваемость. Этим и хорош. Ну, что на коробке? На коробке у нас единственное, в принципе, вы все знаете, единственное, что надо уточнить, что фронтальная камера на 8 мегапикселей и основная, я вам уже сказал, что 16. А дисплей 5,7 дюйма, при том, что получается кирпич, но он компактный, да? Ну и, конечно же, HD+. Типа, они, конечно, могли сюда где-то еще там в ангаре найти Full HD дисплей. Может быть, может, чуть-чуть бы он был подороже, но беда в том, что процессор бы этот не потянул. Ну, Helio A25, ну, блин, побойтесь бога. Зарядка фирменная от BlackVue, пожалуйста. Кстати, правильно назвать, по-моему, BlackVue. Я все BlackVue, ну, так как я давно уже телефоны BlackVue делаю, про них ролики, не раз они попадали ко мне на стол, я поэтому уже привык к BlackVue. Через Type-C все заряжается, ну и, собственно говоря, вот сам смартфон. Так как это все-таки бюджетный сегмент, к сожалению, здесь никаких дополнительных аксессуаров, да, не положили. Блин, пленка, кстати, как-то странно отрывается. Хлястик отошел. Ух ты. Ну, короче, второй раз эта пленка уже точно не задействуется. Что-то там еще есть на дне. А, скребок, отлично, есть скребок, но это не скребок, я думал, типа, симку доставать. А, ну, может и скребок, кстати, но это больше похоже на то, что это как логотип, куда-то приклеить можно. Наверное, все-таки это скребок. Сама мобила. Опачки. Стандартный дизайн. Достаточно яркий, благодаря своей оранжевой окантовке. Там еще, по-моему, был вариант с зеленой ядовитой окантовкой. И так, и так красиво смотрится. То есть, черный не берите. Надо жить чуть-чуть повеселее. Динамики снизу. Здесь металлические проставки. Закрочены на шестигранички. Написано, что водонепроницаемость. Сзади написано, что NFC, точнее, значок есть. В одно касание можно оплачивать. И вот они, как раз-таки, три модуля, из которых только говорится про один, видать. Остальные два не заслужили внимания, ну или здесь просто дыры. Твою мать, блин. Покупаешь на Алиэкспресс или в других онлайн-магазинах, просто зная, что более 2600 интернет-магазинов и не только готовы вернуть тебе обратно твои потраченные деньги, достаточно всего лишь зарегистрироваться по ссылке в описании в кэшбэк-сервисе Атлетишопс, установить суперудобное расширение для браузера, которое тебе покажет лучшую цену в интернете, а самое главное, интернет-магазины, где есть повышенный кэшбэк. Лично я всей этой темой крайне уже давно пользуюсь и благодаря кэшбэк-сервису вернул более 15000 рублей со своих онлайн-покупок. Ссылки будут в описании. Ныряйте и экономите по-крупному. Очень хорошо, что здесь прорезинено по торцам. Сколько раз мы с вами уже мутили краш-тесты и всегда было вот это вот падение именно на углы, очень часто, или вот такого рода падения. Плюс также есть тот самый бортик. Да, он здесь небольшой, специально, чтобы вам удобно было по мобиле свайпать, но при этом он есть. То есть, когда дисплей опять же летит вот так вот, уже жестко прилетел, ему ничего не будет. Кстати, я только сейчас сижу такой и одупляю, а сканера, типа отпечатка пальца здесь что, не будет? Или все-таки его здесь в конопарь встроили? Просто кнопка не очень похожа на сканер отпечатка пальца, но может быть я ошибаюсь. Сканера сзади нет, хотя обычно вот в этом ценовом сегменте они максимально колхозили на заднюю сторону. Интересно. И, кстати, посмотрите, как модно фронталка смещена. Обалдеть. Вон она. Обычно здесь, да, а здесь прям в левую сторону. При своей опять же батарейке 8580 мАч, достаточно легкий. То есть, его уверенно можно держать в одной руке еще и вот так вот перекидывать. Что-то совсем непонятно. То ли мой краш-тест уже неудачно завершился. Но, блин, он водо-водо-водо-непроницаемый, это понятно, неубиваемый. То есть, то, что я сейчас сделал, это просто вообще капля в море. То есть, если изначально говорят о том, что здесь защита IP69, там, К, все военные стандарты, плюс прорезиненный корпус. Ну, блин, изначально заявляют, что это неубиваемая мобила. Ну, понятное дело, что вот такие вот падения, типа, как я сделал на дисплей, да, жестко положил. Но, опять же, у меня iPhone так недавно упал на дисплей. Он упал с полутора метров на кафель. Не выпендривается. Я просто поплопаю. Признаться честно, признаться честно, признаться честно, прошло два месяца с того момента, как я распаковал все это дело. И телефон ушел куда-то в долгий ящик. Реально, я его потерял из вида. И поэтому до сих пор он на ваших экранах не появился. Но, за эти два месяца были интересные терки. Я, значит, списался с производителем, говорю. Че за хуйня? Я говорю, что делать? Расскажите. Они говорят, ну, скиньте видео. Я им скинул видео. Чем я вам так навредил? Что вы мне у вас не пожелали? Они говорят, блин, ну, здесь, мне кажется, типа, все очевидно. Надо просто обновить прошивку. Проверка обновлений. Мне вылетает обновление. Скачиваю и устанавливаю. Буквально 10 минут проходит, все. Телефон перестал мерцать. Телефон реально полноценное устройство, которым можно спокойно пользоваться. Вот, собственно говоря, в чем и крылась тайна вот этого мерцания. Потому что, все-таки, видать, первая партия была какая-то такая не алешная. А потом уже все пошло как по маслу. Ну и раз такой расклад, раз девайс реально рабочий, девайс достаточно интересный. Потому что последнюю неделю он со мной ездил как раз-таки на рыбалку. И я и решил, что надо, настало время поделиться информацией. Ну давайте начнем с того, что здесь рабочий стол типичный. Оуки-тейлевский. Это такой полуголый андроид. То есть, андроид в одних трусах, так скажем. Работает, скажем так, медленно. То есть, это даже... Там не то, что я после 90 или 120 Гц, мне кажется, типа 60 это медленно. Нет, это просто даже 60 как-то работает на 50, на 45. То есть, вот чуть-чуть как-то прям медленная прорисовка. Но, опять же, это кирпич на Helio A25 процессоре. И который, ну, просто для ультра-бюджетника. 100 тысяч баллов практически он набирает в Antutu. В версии Antutu 8.5.7. То есть, предыдущее поколение специально поставил. Потому что именно здесь GPU хорошо отслеживается. 12 тысяч по GPU, по CPU-шке. 37 тысяч 600 по нагреву. Значит, максимальная точка была 35 градусов. Хочу сказать, что процессор настолько на чиле, на расслабоне, что, в принципе, и не коптит. То есть, он не пытается что-то показать. Обычно те, кто коптят, они пытаются из себя какой-то максимум выдавить. По графике нет, он здесь абсолютно ничего не пытается. У него все хорошо, поэтому 35 градусов это максы. По поводу NFC. Обычно на таких устройствах есть такая штука, что оплата в одно касание моросит. Потому что то они там у Google не получили какую-то лицензию. То надо какие-то root-права поставить. Ну, короче, я уже не первый раз встречаюсь, когда на неубиваемых девайсах это реально геморрой. Здесь же я спокойно добавил свою карту и Сбербанковскую, и Тиньковскую. И реально оплата в одно касание работает. Что для такого рода девайса это, конечно, просто спасение. Что еще здесь интересного? Камера, да? Надо на нее посмотреть. Здесь, опять же, стандартный интерфейс. Видео он пишет только в Full HD. Здесь и, в принципе, не мудрено. Как фото снимает? Сейчас я вам продемонстрирую. Я вам хочу сказать, что мне понравилось. То есть фотографии я ожидал, опять же, от девайса за 10 тысяч рублей, что это прям вообще мыло-мыльное. Но не тут-то было. Снимает он достаточно фотографии неплохо. Притом, как и на фронтальную камеру, точно так же и на основную. При условии, что уже был вечер, и не сказать, что такое прям освещение было. Ах, какое! Но все-таки смог выжать. И это очень приятная картинка. Учитывая, опять же, что девайсы и без какой-либо там защиты от воды, и без вот этих всяких IP защит, за такие бабки снимают не очень. А здесь прям реально постарался. Молодцом. Вопросов нет. Тест камеры. Здесь Full HD. Никаких там 60 FPS, еще чего-то не пахнет. Здесь чисто просто Full HD 30 кадров в секунду. Как вы понимаете, понятное дело, такие неубиваемые девайсы, они, как бы их стихия, это вот такая местность. Это рыбалка. Мужики, которые с этими телефонами вот по таким ухабам пытаются спуститься к воде, когда что-то заклевало. Короче, это реально сейчас боевые условия. Понятное дело, что бросать я его в грязь не буду, но как раз-таки демонстрация того, где он будет максимально использоваться. По поводу GPS, пару слов. Спокойно поймал спутники, при том, что большое количество вот на балконе реально прям делает свое дело, и старт очень быстрый. То есть здесь GPS вопросов нет, просили на таких девайсах проверять. Вот проверяю и тещу. Всем привет, сегодня 30 июля, сегодня у меня разведка. Еще новые места для ловли сазана, также хищника смотрю. С утра катался на своем мотоцикле, смотрел разные места, разные ямы, по этой реке передвигался. Слушайте, я скажу, что для неубиваемого девайса звук более чем приятный. Он чистый, ясный. И нет такого вот этого чувства утопленности, которое бывает на защищенных смартфонах. Ну и также хочу отметить, что достаточно приятный дисплей. Никаких вопросов у меня к этому дисплею нет. Передает четко и ясно картинку, опять же, насколько это может передать IPS-матрица. Ну и что еще меня конкретно прям так удивило и зацепило, это то, что здесь сканер отпечатка пальца, работающий, встроенный в бочину и реально разблокирует. Да, это не уровень там каких-нибудь Xiaomi-шек, там типа Redmi Note 10 Pro, там Redmi Note 10, там Poco M3 Pro. Но давайте скажем честно, что разблокирует нормально. Ну реально хорошо разблокирует, вот смотрите, то есть ты раз, то есть сначала ты зажигаешь дисплей, потом ты уже разблокируешь. Одновременно, конечно, не получается это все сделать, как может быть, да? Хотя нет, смотрите, иногда и одновременно получается. Просто чуть-чуть надо придержать. Игры, игрулечки. А как вы понимаете, это наше все. Вот ты приехал на рыбалку, ага. Рыба не клюет. Типа, кто на рыбалке был, все прекрасно знают, что рыба не клюет. А, нормально, говорю, все? Напарники все уже накидались. Лежат во своясях. Ну я что-то не понял, что сейчас было. И вот они лежат во своясях, и вам под луной надо как-то скоротать время. А у вас вот такой вот неубиваемый рыбацкий кирпич. Давайте посмотрим, как Helio A25 справляется здесь. Слушайте, вообще справляется. Вообще справляется. Я вам единственное еще не показал настройки, которые здесь я активировал. Заходим в звук изображения. Видим, что настройки графики у нас низкие. А число кадров в секунду среднее стоит. Да, понятное дело, что иногда фризит. То есть я специально погонял где-то минут 20 за кадром. И могу сказать, что пару раз лютые фризы наступали. Но при всем при этом это максимально играбельно. И что хочется отметить, что очень приятное покрытие экрана. Здесь такое ощущение, как будто олеофобка есть, что ли? Что-то я вообще-то не понимаю, как так. Да что ж такое, а? То есть прям очень приятно скользит палец. Гуляет по экрану. И это играбельно. Еще раз повторюсь, это играбельно. Ну, вы видите, просто мой уровень в Call of Duty. Слушайте, а я так задумался, когда я в последний раз тестировал девайсы. Вот такие неубиваемые кирпичи от Blackview. И походу это было, наверное, ну может быть года полтора назад. Интересно было, что за это время изменится. Если говорить в целом, то в принципе концепция этих кирпичей не меняется. Но, что конкретно изменилось все-таки, то это то, что за 10 тысяч рублей мы наконец-таки начали получать сюда NFC. Мне кажется, чуть улучшились камеры. Опять же, в ценовом сегменте 10 тысяч рублей. По поводу скорости работы здесь тяжело судить. Наверное, плюс-минус осталось на прежних щах, потому что, опять же, процессоры сюда вставляют достаточно типичные. Понятное дело, что Helio A25 это процессор лучше гораздо, чем MTK6580, 82 какой-нибудь или что там еще ставили. Понятное дело, что лучше, что чуть-чуть он побыстрее работает. Но все-таки это те девайсы, которые, как говорится, для людей не искушенных ни разу. По батарейке я не сказал. Смотрите, ну в среднем 8500 мАч. Опять же, учитывая, что здесь IPS, учитывая, что здесь Mediatek. Единственное, что ее спасает, что здесь HD разрешение. То есть, учитывая два фактора, Helio процессор и IPS, понятное дело, что насильно долго не рассчитываете. Где-то 4 полноценных дня он спокойно проживет. То есть, уезжаете на рыбалку, 4 дня, можете не париться, девайс спокойно будет держать батарею. Глядишь, и 5 дней выдержит. Но это не говорит о том, что, типа, там, неделю без зарядки. Около вот этого вот периода времени, если особенно вы им, как бы, планируете пользоваться, Ну и надо будет пользоваться на максимальной яркости, потому что дисплей здесь достаточно не сильно яркий, без каких-либо запасов. И также еще не сказал по поводу индикатора. Блин, классно, что он здесь есть. Здесь индикатор оповещений. Мне понравилось. То есть, заряжаешь, есть у тебя световая индикация. Если пришло какое-то уведомление, есть световая индикация. Короче, в Blackview BV6600 есть все, что нужно человеку, который собрался куда-нибудь на охоту, на рыбалку. Ну или просто, который хочет телефон, за который не нужно париться и с хорошим аккумулятором. Огромное спасибо, что сегодня были со мной. Пишите в комментариях ваше мнение. На этом теперь уж точно все. Все, давайте, красавцы. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok